всем привет в этом видео я буду делать стыков по ламината и плитки без порога но перед тем как сделать такой стык естественно нужно вывести два уровня ламината и плитки в один уровень чтобы не было никаких таких вот грубых переходов в виде ступеньки ну соответственно пришлось сделать сначала стяжку выровить выровнять всю поверхностью площадь пола в один уровень постелить керамогранит плитку в кафель что там у вас будет на полу находиться и после этого уже нужно будет подойти ламинатом прямо к этой к этой плитке у ламината есть такой есть шип который вставляется в замок и когда я укладывал ламинат я этот шип не срезал для того чтобы вот этот остался в трех миллиметровый зазор между ламинатом и керамогранитом и уже потом я буду вот этот зазор заполнять силиконовым герметиком так ну в общем сначала плитка и после этого укладывается ламинат переходим к созданию порога без порога который уже я заметил уже очень становится популярны потому что многие клиенты категорически против всяких там порогов и хотят чтобы был именно вот такой вот переход так и так вот он наш чудесный ламинат плитка все идет у нас в одном уровне теперь вот этот шип который остался у нас от ламината чтобы сделать одинаковый шов нужно этот шип срезать сделать мы это можем просто канцелярским ножом потому что шип очень хорошо и легко поддается деформации шип удалили теперь надо приподнять этот ламинат и вытащить шип который у нас остался немножко внизу аккуратненько желательно это делать с краю чтобы не повредить вот так вот в общем легко и просто мы приподняли ламинат так теперь видим здесь лежит подложка так как подложка нам сейчас здесь не нужно здесь мы сейчас будем приклеивать ламинат полу для того чтобы он у нас не узал туда-сюда и стоял на одном месте то есть для того чтобы зафиксировать ламинат в полотном положении и точно можно сказать по середине убираем подложку далее что делаем опять пропылесосить надо и желательно конечно это все загрунтовать приклеивать я буду ламинат вот на титан фикс заряжаем пистолет наносим на бетонное основание клей обильно того чтобы хорошо схватился ваш ламинат черновым полом и теперь аккуратно возвращаем ламинат на свое место так как он здесь у нас сидел он должен на спокойно сесть на место прижимаем так теперь так как у нас здесь не установлена система выравнивания плитки хотя это самый идеальный вариант для того чтобы выровнять нашу поверхность мы пойдем немножко другим путем положим сюда у нас осталось немножко кафеля и сейчас мы с помощью него просто зададим нужную нам плоскость принципе я нашел еще кусок фанеры его тоже для для выравнивания сейчас положим и сюда чуть потяжелее надо груз пусть они у нас полежать вот так вот все ну чтож теперь так как у нас есть время подождать пускай лежит там и займется пока другими делами когда это все схватится продолжим и замажем наш наш зазор между ламинатом и плиткой герметиком и у нас будет вот такой вот переход между ламинатом и плиткой итак после склеивания ламината с поверхностью чернового пола с помощью титана убираем все наши нагромождения которые держали ламинат и кафель в одном уровне и теперь в образовавшийся зазор между двумя покрытиями будем мы загонять вот такой вот силикон фирме телезит так ну что же окончательный момент сейчас я показываю как это все происходит что я сейчас сделаю для этого мне нужно будет скотч наклеиваем скотч на ламинат также будем наклеивать на кафель чтобы герметик не замарал лишнее то что ему не нужно будет замарать также сейчас для работы нам нужен будет мыльный раствор шпатель для затяжки и туалетная бумага ну что ж начнем загоняем с помощью пистолета герметик прямо зазор между плиткой и ламинатом ну и теперь с помощью шпателя и мыльной воды мы будем убирать излишки герметика так вот таким вот образом нанесли герметик как видим что излишки герметика у нас попали на скотч если бы не было скотч тогда бы мы замарали поверхность ламината и либо плитки поэтому сейчас удаляем скотч пока герметик у нас не зашли не застыл чтобы потом уже оставить уже такой более красивый и симпатичный вид итак вот такой вот переход у нас получился все выглядит довольно аккуратно ну чтож на этом я думаю все надеюсь не сильно было утомительно это видео надеюсь вам этот переход между ламинатом и капелем понравился и вы сможете его оценить не только на видео но и на практике все же на этом все всем спасибо за внимание увидимся снова на канале перестройка с вами был как всегда ленар всем пока пока до новых встреч удачи